Одна из главных задач партии власти – повышение уровня комфорта жизни населения. Городская дума в этом смысле оперировала цифрами. За прошедшую пятилетку проведено благоустройство 31 общественной зоны из 171 двора, а также сделан капитальный ремонт 115 километров автомобильных дорог. По словам спикера Татьяны Панфиловой, депутаты не обошли стороной и экологическое благополучие областного центра. Особое внимание уделялось вопросам создания экологически безопасных условий для развития города. Проразлалась работа по озеленению Рязани, организации новых парков и скверов, а также увеличению площади зоны городских лесов и лесопарков. Только за последние три года в зеленую зону были переведены территории общей площадью около 900 тысяч квадратных метров. Впереди новые вызовы. Важной частью свежей программы развития станет поддержка старшего поколения, участников СВО и их семей, улучшение системы здравоохранения. Мы должны действительно сделать акцент на деле, на профилактическую составляющую здравоохранения. Для эффективного функционирования современной системы необходимо постоянно наращивать потенциал медицинских учреждений города, создать условия для расширения развития как первичного звена, так и специалистов узких направлений. Многие предложения, вошедшие в предвыборную программу «Единой России», это инициатива рязанцев. О том, что волнует горожан, узнавали с помощью опросов. Среди остро волнующих тем – доступность и качество образования, а также ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры. Можно уже сейчас с уверенностью сказать, что в ближайшие годы общественный транспорт должен полностью преобразиться. Полностью. Современные информационные видения в стиле машины, удобные маршруты, выделенные полосы для общественного транспорта и соблюдения списания – вот это одна из важнейших задач, один из ключевых нахазов, которые мы можем получать сейчас объявить. Фокус развития направлен в том числе на систему здравоохранения. В программе – постройка семи медицинских объектов. Среди них – поликлиника в Дашково-Песочне, открытие которой уже запланировано на 2025 год.